Разрешите представить сопутствующий доклад, и это чистая правда, в течение следующих часа-полутора, наверное, кроме названия и краткой мотивационной части, слово «квантовая информатика», «квантовые вычисления», «квантовая коммуникация» звучать не будут. Говорить будем про железо, про матчасть, которая, собственно говоря, про ее часть однофотонной источники. И в первую очередь триггерные однофотонные источники, те самые, про недостачу которых вот как раз всех сейчас и жаловались во всех предыдущих докладах фактически. Ну вот, очень кратенькая мотивационная часть, не совсем формальная, потому что для разных применений на самом деле требуются однофотонные источники с разными параметрами. Применений два – это «квантовое вычисление» и «квантовая криптография». Квантовое вычисление, ну вот, я долго останавливаться не буду, это не моя тематика и не моя часть. Главное, что действительно есть нужда в однофотонных источниках с определенным набором параметров, которые необходимы для функционирования линейных оптических схем квантовых вычислений. Это первое. И такие однофотонные источники, в принципе, существуют в настоящее время. Я вот покажу параметры современные, те, которые, по крайней мере, я знаю. Да, но полной радости нету. Собственно, об этом разговор будет. Ну и второе, конечно, это вот уже подробно рассказывали, останавливаться не нужно. Квантовая криптография и в данном случае эффективных генераторов одиночных фотонов для реализации как волоконно-оптических линий связи, так и атмосферных оптических линий связи фактически не существует. Вот, собственно, об этих приборах и пойдет дальше речь. И далее я сначала, в первой части доклада, достаточно большой. Это будет просто обзор. Обзор состояния дел, поскольку, ну вот, как я понимаю, не все здесь просто в курсе, как это работает, на чем это основывается, на каких физических принципах. И, ну, собственно, отсюда и следует, чего ждать от этой отрасли. Какие параметры могут быть достигнуты, а какие, в общем-то, особо и недостижимые. И второе, я остановлюсь на результатах конкретных, полученных вот в физико-техническом институте нашей лаборатории, лаборатория Сергея Викторовича Иванова, по изготовлению и свойствам однофотонных источников именно для квантовой криптографии, в основном для атмосферных оптических линий связи. Ну, вот это достаточно новое исследование, в существенной степени поддерживаемое Фондом перспективных исследований. Это вот вторая часть этого доклада. Ну, общие параметры однофотонных источников, опять же, наверное, не надо останавливаться на этом долго, большая часть, может быть, и все это отлично знают. Да, это, конечно, статистика фотонных совпадений. Да, если для термического источника наблюдается корреляция типа банчинга, то есть флюктуация интенсивности, для лазерного источника корреляции фактически нет вообще. В идеальном однофотонном источнике отчеты, ну, вот опять же, гипотетического идеального приемника одиночных фотонов должны подчиняться, ну, вот статистике с антигруппировкой, антибанчингом, когда каждый отчет соответствует однофотонному событию. То есть прибытие одного фотона. И параметр здесь тоже хорошо известен. Это корреляционная функция второго порядка, вот та самая G2-функция, то есть вероятность наблюдения отсчета однофотонного события в момент времени T плюс Тау, при условии, что предыдущий фотон пришел вот во время Та, нормированное естественным образом. Ну и вот G2-функция при непрерывной накачке, то есть при непрерывном потоке фотонов, в идеале должна выглядеть, вот, напоминаю, опять же, понятным образом. То есть при нулевом времени задержки такая корреляционная функция должна просто равняться нулю. Да, это идеальный однофотонный источник. И эта величина, она, собственно, определяет, вот, важный параметр, частоту однофотонного излучения. Ну вот, один из параметров, который необходим любому однофотонному источнику, в какой бы схеме он не работал. И, ну, меряется, да, как меряется, естественно, меряется это в корреляторе, да, коррелятор Хенбери-Брауна-Твиса, опять же, классическая схема. Два канала, светоделитель, два однофотонных приемника. И измеряется с помощью электронной схемы совпадений, гистограмма, вот такого вот коррелятора, такой условной вероятности. И измерение долгое, если у вас маленькая интенсивность, если соответствующая интенсивность, скорость сигнала порядка несколько килогерц, то измерение составляет, ну вот, несколько часов. Ну и, собственно говоря, в первых экспериментах по измерению корреляционной функции характерного источника, ну вот, вообще говоря, триггерного источника полупроводниковой квантовой точки, ну вот, так и мерили. Да, вот если посмотреть, это, наверное, первая работа. Я специально привожу картинку, потом покажу, как это выглядит вот в современной уже интерпретации. Интерпретация, correlations, obtain time, the continuous wave excitation following в 7,5 часов по-русски, да, вот эта картинка мерилась в 7,5 часов. Да, ну сейчас жизнь, конечно, гораздо лучше, да, и непрерывная оптическая накачка уже тоже в практических применениях никого не интересует. Меряют, конечно, в импульсном режиме, то есть накачка, ну вот, той же квантовой точки происходит лазером с каким-то периодом, периодическим сигналом. То есть это триггерный режим, когда каждый импульс в идеале должен был бы приводить, импульс накачки должен был бы приводить к появлению одиночного фотона, однофотонного состояния. Ну и вот, опять же, это первая картинка, наверное, которая в одиночной полупроводниковой квантовой точке была измерена. Да, и вот получается такая вот функция корреляции. При импульсной накачке, естественно, мы видим, ну вот, периодическую картинку из пиков. И пик, который находится при нулевой задержке, ну вот, в идеале он должен быть равен нулю, да. Конечно, и здесь, и здесь это очень плохие однофотонные источники. И цифра, соответственно, G2, да, это, то есть, вот, на пике? 0,19, ну, по сути, да. Если, ну, усреднять надо, если вот мы это усредняем, это единица, это как-то все нормировано, да, 0,19, это G2, да. Это вот первое измерение, насколько я знаю, в импульсном режиме, вот, одиночные квантовые точки Инди-Мушьяк в Галим-Шейке. Что по оси Y справа? По оси Y это, по-английски это называется coincidence обычное, совпадение, да, то есть, что здесь построено? Это гистограмма, это гистограмма событий, которая соответствует разнице задержки времени между этими событиями, а событиями это детектирование одиночных фотонов, которые отложены, вот, собственно, вот, вот по этой оси. То есть, если здесь вот мы смотрим значение в нуле, это вероятность одновременного прихождения, прихождения двух, вот, одновременной регистрации двух одиночных фотонов, двух однофотонных импульсов. Ну, и вся эта ситуация, вот, она развертывается с периодом, который соответствует просто периоду лазер-накачки, лазера-накачки. Выпадает основной вот импульс, который соответствует полному совпадению. Должен выпадать в хорошем однофотонном источнике. Но это именно одиночная квантовая точка, да, или нет? Это одиночная квантовая точка, конечно. Но я буду подробно об этом говорить. Конечно, разговор идет именно об одиночных квантовых точках в первую очередь. Ну, и... Серьезно, у вас есть вопрос? Можно, да, вести чем связано. В чем связано, не нулевой, уже два физических. Ну, я про это еще, опять же, буду говорить, конечно. Конечно, в первую очередь это связано с тем, что светит не только квантовая точка. Сложно вытащить излучение только одной квантовой точки. Но это не единственная сложность, да. Но вот про другие я, может быть, чуть позже скажу. Это самое первое. Но вот из-за чего 0,2, скорее всего, именно из-за этого. Большой бэкграунд, большой фон в первых экспериментах, ну, не очень хорошо умели с этим бороться. Потом с этим, естественно, научились бороться. Ну, остались другие проблемы, они тоже есть, и они более фундаментальные, имеют более фундаментальные физические причины. А качество детектора имеет значение? Качество детектора имеет значение только в смысле скорости измерения. Темновой шум может давать в клавишу 2,5. Вот я имею в виду. Ну, конечно, да. Да, и эффективность тоже имеет значение, поскольку, ну, это вот Хенбери-Браун-Твис, это двухдетекторная схема, поэтому отношение сигнал-шум зависит квадратично от интенсивности сигнала. Ну, это не одно обедывается. Да. Ну, если, то есть это означает, что если у вас килогерцовый сигнал, то чтобы вы копите сколько-то приличную картинку, вы будете копить день. Если у вас мегагерцовый сигнал, вы копите за секунду. Ну, там, 2-3. Масштабы такие. На G2 не влияет? На G2 это не влияет, да. Это скорость, ничего больше. И, ну, вот важнейший, наверное, параметр, это, вот, по-разному называют, яркость, эффективность, число излученных фотонов на один импульс накачки. И, ну, то есть это вопрос о том, сколько же будет пропущенных импульсов, ну, вот, которые соответствуют накачке лазером, либо электрической накачке, ну, так или иначе реализованной импульсной накачки в таком вот триггерном источнике. Ну, и, конечно, максимально достижимая частота. Да, это тоже важно. Увеличивая частоту накачки, рано или поздно, конечно, ну, вот, какие-то фундаментальные ограничения, они наступают. Ну, такие естественные параметры. То, что справа, да, то, что на вставке показан референс, да, ну, это картинка вот из статьи, соответственно, это референсная картинка, которая померена просто в рассеянном лазерном свете накачки и ничего большее. То есть это не однофотонное излучение классическое, но с пласоновской статистикой, просто лазер накачки по сути. И видим, что, ну, вот в нуле никакого провала нету, да, и никакой однофотонности нет в лазере накачки. А в картинке, вот, соответствующей излучению уже накачиваемой излучающей системы, квантовой системы, одиночной квантовой точки. Ну, вот пик в статистике, в гистограмме совпадений, который соответствует одновременному приходу фотонов, одновременному, одновременной регистрации, он имеет меньшее значение. Ну, вот, математически это меньшая функция G2, коллекционная функция второго порядка. Чисто интуитивно это просто означает, что у вас мало многофотонных событий. А расстояние между этими пиками? Это период. Это период исследования импульсов накачки. То есть, все повторяется периодически, кроме вот одного импульса, который соответствует нулевой задержке. Он не нулевой. Он не нулевой, это означает, что в данном случае достаточно плохой источник. Ну, это, собственно, первые источники, которые были сделаны. Сейчас покажу очень скоро гораздо лучшую картинку. Да, ну вот. Ну, вот еще один уже обсуждался, я не буду долго останавливаться. Параметр – это область спектра. Это, вообще-то, очень важный параметр. Ну, вот эта тривиальная вещь, то, что здесь нарисовано – это кривая чувствительности тонкопленочных однофотонных лавинных фотодиодов на основе кремния. Ну, вот видно, что чувствительность кончается где-то на 900 нанометров. И дальше вот очень удобные, работающие при комнатной температуре, мало шумящие. Ну, вот все хорошо в этих приемниках. Ну, вот дальше они не работают. Дальше надо использовать другие, гораздо менее удобные, либо гораздо более худшие. То есть хочется иметь источники однофотонных состояний с длиной волны, ну, вот хотя бы меньше 900 нанометров. Тоже общий параметр некоторый. Ну, и несколько соображений по поводу параметров для уже специальных применений. Вот одно применение – это однофотонные источники для квантовых вычислений. И это ситуация, где в качестве основного эффекта используется квантовая интерференция. То есть явление, которое, собственно, и позволяет обеспечивать, ну, вот, квантовое взаимодействие фотонов. Опять же, не знаю, надо ли долго останавливаться. Да, ну, вот, если совсем кратко, то можно сослаться в учебник «Феминусские лекции по физике», где явление квантовой интерференции очень подробно рассмотрено. Вот. А смысл ее заключается в том, ну, вот на простейшем примере интерференции двухбазонных частиц на идеальном светоделителе, отклонение от классической статистики. Да, если вы на светоделитель посылаете два одиночных фотона через один, ну, вот, два входа, первый, второй, выходы, третий, четвертый, через один вход, то есть, ну, вот, состояние на входе два фотона, на первом входе ноль, на втором, то у вас наблюдается классическая вероятность распределения фотонов на выходе. Но если вы фотоны запускаете с двух разных входов, то распределение совершенно не классическое. И для симметричного светоделителя, где коэффициент отражения R и коэффициент прохождения T равняются друг другу, такая вероятность просто равняется нулю. Сюда входит вот разница R квадрат минус T квадрат. То есть, это означает, что два базона, которые вошли в светоделитель через две разные двери, всегда покидают его через одну дверь. Да, базоны выходят в один выход всегда. Независимо от разности фаз этих базонов? Конечно, все это работает для идеальных базонов. Это означает, что они тождественные. Это означает, что они, наши фотоны, неразличимы. И это как раз и есть то требование, которое необходимо. Неразличимость фотонов. То есть, полное перекрытие волновых пакетов в том месте, где они должны интерферировать. В интерферометре, на светоделителе. Неразличимость. И опять же, буквально несколько слов. Тест на неразличимость. Как это меряется? Поскольку это, опять же, важная характеристика однофотонных приемников. Это эксперимент типа Хонгу-Мандила. То есть, тоже это интерферометрическая схема со светоделителем. Но подается на эту схему последовательности, тоже с каким-то периодом, последовательности уже двух импульсов. Вот это, опять же, я привел первый эксперимент такого типа на одиночных квантовых точках. И первый результат. Опять же, то, что делается сейчас, это гораздо лучше. Это все вот 17 лет назад. 2001-2002 год, когда эта наука начиналась и очень активно развивалась. Ну и дальше импульсы поступают на светоделитель и на интерферометр с двумя несимметричными плечами. Одно плечо короткое, второе плечо длинное, регулируемое. Так, чтобы в пределах регулировки оказывалась возможность совместить во времени положение первого импульса со вторым. То есть, заставить их совпадать вот где-то вот в одном месте и интерферировать. Ну и дальше меряется с двух выходов такого интерферометра. Опять же, статистика совпадений. Уже оно точно так же, как и в Хэнбери, Брауна, Твиссе, с двумя счетчиками фотонов. И вот получается такая картинка. То есть, здесь с последовательностью, ну вот последовательность тоже периода накачивающего лазера. Это период, с которым на интерферометр поступают такие вот пары импульсов. Мы видим группы импульсов по пять штук. И эти импульсы, они соответствуют... Да, меряется та же самая гистограмма. Это гистограмма совпадений. То есть, это вероятность обнаружения события, точнее, пары событий, расстояние между которых соответствует вот соответствующей задержке во времени. Расстояние между этими группами импульсов соответствует периоду. А каждый из импульсов в группе, он соответствует разным возможностям прохождения импульса вот в таком вот интерферометре. Вот все возможности, они как раз здесь перебираются. И наиболее интересное для нас, это вот импульс номер три при нулевой задержке. Он как раз соответствует интерференции двух последовательных фотонов вот при втором прохождении через делитель. Один фотон первый прошел, вот отразился, пришел сюда. Второй с задержкой две наносекунды. Но вот прошел более длинным плечом интерферометра и пришел сюда в то же самое время, соответственно. И дальше, если у нас действительно фотоны честно неразличимые, и их волновые пакеты полностью перекрываются на светоделителя, мы не должны увидеть, вероятность равна нулю, увидеть фотоны, которые выходят в разные двери. Квантовая интерференция заставляет фотоны выходить в одну дверь. То есть этот пик должен равняться нулю. Его интенсивность должна равняться нулю. Вопрос. Вот у вас последовательная, да, там, две наносекунды на картинке, на самом слева. А вы говорите, что расстояние на правой картинке между группами, да, это тот же самый период? Нет, расстояние... Понимаю вопрос. А расстояние между группами это, скорее всего, 13 наносекунд. Да. Ну вот между центрами пиков. Ну это вот стандартное. А две наносекунды это расстояние, ну вот, между пиками в каждой из этих серий. Так значит, это расстояние между группами, это не период следования? Расстояние между группами это период следования таких пар. То есть вот эти вот пары, они вот... Ну то есть стрельба идет дуплетом, да, вот лазер стреляет дуплетом с каким-то вот периодом 13 наносекунд. Вот этот период, это расстояние между ними. Да, и все импульсы, ну вот, в первом приближении одинаковы, кроме центрального, который соответствует квантовой интерференции. И он в идеальном случае для полностью неразличимых фотонов, этот импульс должен быть равен нулю. Потому что в этой ситуации фотоны всегда должны либо пойти сюда, либо пойти в один источник, либо в другой источник, соответственно. Ну вот, и измеряется на практике вот такая вот величина, это отношение А3, интенсивность вот импульса, обозначенного как 3, к сумме А2 плюс А4. И можно показать, что это как раз и есть вероятность разлета фотонов в разные стороны. И дальше измеряют вот это вот величину в зависимости от времени задержки, сканируя одно из плечей интерферометра. И когда интерферометр настроен правильно на квантовую интерференцию, вот эта вот зависимость, при этом положение времени задержки, она вот минимальная. И видимость вот такой вот интерференции, это, собственно говоря, есть параметр, который определяет неразличимость фотонов. Степень неразличимости, то есть m с ноликом равняется нулю, полное перекрытие волновых пакетов, 100% неразличимость. Ну вот еще один параметр, который важен именно для квантовых вычислений, но абсолютно не важен для квантовой криптографии. Ну вот основные параметры для однофотонных источников для квантовых вычислений. Триггерный режим работы с достаточно большой яркостью. Ну вот 0,15 это достаточно произвольное значение. С одной стороны, это, вероятно, наибольшее значение яркости, которое достигнуто в таких источниках на сегодняшний день. А с другой стороны, так сказал Сергей Павлович, что это удовлетворительно. Ну вот было такое, да. Ну, так со сердца схватился. Да, ну, думаю, что все... Яркость, это что такое? Это же двое что-то? Нет, нет, это эффективность имеется в виду. Это имеется в виду, это 15 на 100, да, вот 15 импульсов на 100 импульсов на качке. Ну, слава богу. Нет, для связи вот этой эффективности, на эффективность детектирования и на потери в каналах должно быть больше двух тридцей для изучения. Понятно, да. Не, ну вот... Чуть-чуть забольше. Да. Да, нет, ну, как бы сейчас все гораздо лучше уже в современных источниках. То есть это вот, оно не имеет уже значения, эта цифра, да. Ну вот я ее скорее в историческом плане привел, да, так или иначе. Да, ну вот с длиной волны тоже это желательно иметь там, где работают однофотонные приемники кремниевые хорошие. Неразличимость, ну вот опять же звучала цифра 90, но я не буду ссылаться на авторитеты, но тем не менее звучала цифра 98%. Да, частота G2 функция, ну, хотелось бы, вот, видимо, иметь меньше, по крайней мере, одной сотни. И, в общем-то, все это достижимо, ну вот кроме длины волны, да, вот все остальное, вот я покажу, вот, в принципе, сейчас вот так или иначе достижимо. Спектральная узость линии, да, ну вот тоже важный параметр. Линия должна быть узкая, иначе неразличимости невозможно достичь, поскольку фотоны, которые, ну вот в каждый следующий импульс, они имеют немножко другую длину волны, излучаются. И никакая неразличимость уже, конечно, невозможна. Да, ну вот еще возможность одновременной генерации нескольких одиночных фотонов, поскольку все схемы, линейные оптические, линейные оптические вычислительные схемы, они, вообще говоря, требуют входа нескольких фотонов. Да, ну вот если у вас есть такой источник, вы можете устроить демультипликацию, то есть вы можете выбрать какой-то фотон из потока неразличимых фотонов, послать его в один канал, сказать, что это первый канал, следующий послать во второй канал, следующий в третий. Ну вот у вас появится набор параллельных каналов, такая работа сейчас, в принципе, делается, и такие работы есть. Ну, естественно, при этом у вас понижается частота следования, то есть понижается интенсивность в каждом канале. Но, в принципе, это сделать возможно. Ну и, опять же, вопрос, конечно, удобства, но изрядного удобства. Очень неудобно работать с источником, который требует жидкого гелия. То есть, конечно, хотелось бы иметь источник, который работает хотя бы при температуре, достигаемой с помощью термоэлектрического холодильника, не говоря уже про комнатную температуру. Ну вот какой-то такой набор желательных параметров. А для квантовой криптографии, ну вот картинка, да, уже говорили в предыдущем докладе про прозрачность атмосферы. Ну вот здесь, может быть, интересно дополнить, это тоже спектр, тоже пропускание, но абсолютное. То есть, моделировалось абсолютное пропускание через всю атмосферу, с Земли до, соответственно, космоса, в положение и на высоте Лос-Аламоса. USA – это вот старый обзор Гизина. Ну, скорее всего, с тех пор ничего сильно не изменилось, и я думаю, что этой картинке можно верить. Да, ну вот действительно есть окна практически полной прозрачности. Но в области, ну вот видимой ближней инфракрасной, все это происходит на длине волны меньше 900 нанометров. То есть опять, в принципе, там же, где работают и кремниевые приемники. То есть с точки зрения использования однофотонных источников для атмосферных линий связи, тоже хотелось бы иметь длину волны меньше, ну вот хотя бы 900 нанометров. Дальше вот неприятности наступают и здесь, и там. И с точки зрения источников для квантовой криптографии неразличимость не важна. Частота, ну зря я зачеркнул, нужна, конечно, да, еще как нужна. Да, возможность одновременной генерации, эта рука случайно дрогнула. Для нескольких одиночных фотонов тоже не нужна. Ну, повышенная рабочая температура, наверное, еще более важна, поскольку, ну вот, в космос еще и жидкий гелий посылать как-то совсем, наверное. Ну, не так просто, там солнце светит, тоже не так просто все это терморегулировать. Большая яркость в данном случае, что вначале. Ну, вот сейчас яркость. Она стала просто большой. Яркость где-то здесь есть, да? Ну, под яркостью здесь имеется в виду, ну, эффективность, может быть, правильнее говорить. Чем больше, тем лучше. Чем больше яркости однофотонного источника, тем больше у вас надежность передачи, да? Ну, вот как это было в предыдущем докладе. Это 15 штук на 100. Да, 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 именно так. 15 на 100, соответственно. Ну, хорошо. Теперь вопрос, как же сделать триггерные излучатели одиночных фотонов, которые, ну, вот, выполняют все вот эти вот требования. Ну, ясно, что нужно использовать какой-то двухуровневый, либо квазидвухуровневый квантовый объект. То есть такой объект, который может, ну, вот в течение какого-то определенного времени жизни верхнего возбужденного состояния испустить, ну, вот, спонтанным образом один и только один фотон. Да, ну, вот двухуровневый квантовый объект. Принципиально то, что нужно. И таких объектов довольно много. Это одиночные атомы, ионы, молекулы, примесные центы в кристаллах, полупроводниковые квантовые точки разного вида. И, вообще говоря, все они исследуются. Так или иначе, вот все эти возможности, они исследовались и продолжают исследоваться. И, по большому счету, по-гамбургскому, как говорится, где прорвет, неизвестно. Да, ну, вот на сегодняшний день прорвало в области полупроводниковых квантовых точек. То есть пока именно здесь вот сделан источник, который ближе всего приближается вот к тем вот параметрам, которые необходимы для работы сетей квантовых вычислений и квантовой криптографии. Ну, совсем кратко про другие системы. Нейтральные атомы. Все замечательно. Атомы одинаковые, неразличимые, излучают хорошо неразличимые фотоны. Да, но малое время удержания отдельных атомов. Это, конечно, здорово усложняет работу с ними. Да, это секунды. Вот, как я понимаю, масштаб такой. То есть только вы собрались передать ключ, да, атом ушел, надо искать следующий. Ну, не знаю, я не специалист в этой области, но проблемы, безусловно, есть. Заряженные ионы тоже работают как источники неразличимых фотонов. Но, насколько я понимаю, там вот до сих пор проблемы с яркостью и с помещением ионов в резонаторы. Опять же, я не специалист, но вот пока здесь прорыва не видно. Молекулы. Тоже одиночные молекулы, естественно, источники одиночных фотонов, но с очень плохой частотой и малой степенью неразличимости. По крайней мере, на сегодняшний день. Одиночные примесные центры. Например, ну, вот наиболее известный пример – это азот-вакансионные центры в Алмазе. Ну, вот, давно исследуемая система. Работает вплоть до комнатной температуры. И основная проблема здесь – это большая ширина, спектральная ширина линии, вплоть до стананометров. Что, конечно, полностью убивает возможность получения неразличимых фотонов. Ну, а насколько это хорошо для квантовой криптографии – тоже, наверное, плохо. Поскольку уже просто в классическом канале лучше иметь спектрально узкий канал, насколько я понимаю, поскольку тогда вы можете фильтровать шумы, которые, ну, вот извне приходят в узком канале. То есть тоже это не очень хорошо. И маленькая скорость высвечивания. Ну, вот большие работы в этом направлении ведутся по помещению в резонаторы, плазмонные, диэлектрические. Ну, так или иначе, вот пока еще эта работа предстоит. А высвечивание – это что? Это он раз в наносить 10 секунд высвечивает? Да, да, да. К сожалению, вот вакансионные примеси в алмазе, они очень медленные. Это гигагерц повышается, да? Одна наносекунда – это гигагерц. В люминесценции вот таких вот, в принципе, сейчас вот на полупроводниковых квантовых точках работают источники до полки гигагерца. Это, ну, там тоже проблемы есть. Какие линии написаны у вас на нанометрах? До 100 нанометров, да, это так. Если у вас, что называется, zero of on-line, да, тогда это несколько нанометров. Но, к сожалению, однофононную линию вы в алмазе не получите, у вас всегда есть подставка. У вас всегда есть подставка в широкой линии, которая соответствует многофононному излучению. И с этим бэкграундом бороться очень сложно. Но в работу вернуться? Конечно, нет. Я, собственно говоря, самого... Просто 100 нанометров звучит очень так. Нет, ну, я и говорю, до 100. Более того, можно сразу, если продолжать эту тему, да, можно сразу сказать, что НВ-центр – это не единственный центр в алмазе. И есть другие центры, которые тоже до нескольких нанометров. И это правда, да. Но это все равно, к сожалению, пока, насколько я знаю эту тему, может быть, вы подскажете, да, это не тот масштаб, который нужен для получения неразличимых, по крайней мере, фотонов. Ну, вот в полупроводниковых квантовых точках, я сейчас покажу картинку, линии излучения находятся на уровне десятков гигагерц. И только в таких системах сейчас удается получить практически стопроцентную неразличимость. Ну, другой масштаб совсем, порядки величины другие. Ну, опять же, конечно, для квантовой криптографии, опять же, эта система может оказаться очень разумной и работоспособной, если вот довести до ситуации, когда только зервафон онлайн работает, а весь остальной фон так или иначе удается куда-то убрать. К сожалению, уменьшение температуры не спасает. Нет, я говорю, чтобы выделить зерруфон онлайн, нагрянемая установка. Ну, да, да, да. Хорошо. Ну и последнее, о чем в основном вот и будет все дальше, это полупроводниковые квантовые точки. Преимущества. Хорошо развитая эпитексиальная технология роста. Уже много-много лет, если не десятков лет, люди умеют изготавливать эпитексиальным способом квантовые точки. И основной здесь это вот метод, так называемый метод Странски-Крастанова. Квантовые точки формируются при напылении сильно рассогласованного параметра решетки слоя с матрицей. Ну, вот получаются квантовые точки, которые характеризуются большой стабильностью, высокой скоростью излучения, возможностью электрической накачки в диодных структурах вы можете сделать пин-диод узким спектром излучения. Затем достаточно, ну, сравнительно просто, по крайней мере, в системе Инди-Мышьяк-Галли-Мышьяк наиболее исследованная система можно сделать трехмерный микрорезонатор с Бреговскими зеркалами, вот такую колонку, для увеличения как квантового выхода, внешнего квантового выхода, так и внутреннего квантового выхода за счет эффекта Пурсела. Ну, и опять же, при определенных условиях можно получить очень хорошую частоту, то есть малую G2-функцию, фактически нулевую, и очень высокую степень различимости, практически 100%. Ну, вот это я сейчас все покажу, но, к сожалению, все это вот немножко с некоторыми если, и полного счастья все равно пока, к сожалению, нету, да. Ну, вот почему сейчас, чтобы понять почему, ну, вот некоторый экскурс в физику уже реальных полупроводниковых квантовых точек, о которых, собственно, и идет речь, проблема в том, что, к сожалению, такие точки вовсе не являются двухуровневой квантовой системой. И это большая проблема, ну, смотрите, излучает экситон, да, в квантовой точке, излучает одиночный экситон, то есть электронно-дырочная пара в основном состоянии, но в простейшем случае, и это наиболее частый случай соединений со структурой типа цинковой обманки, нижний уровень электрона и верхний уровень дырки двукратно вырождены, по спину и по проекции углового момента, то есть в такой системе, вообще говоря, не один, а четыре экситона, да, все четыре возможности, два из них имеют проекцию углового момента плюс-минус единица, это светлые экситоны, которые могут высвечиваться, дипольно-разрешенные переходы, и два темных экситона, ну, вот с проекцией углового момента плюс-минус два, соответственно, вот, и они вырождены, они вырождены, пока не включается обменное взаимодействие электронной дырки, которая в таких системах очень большая, потому что, ну, вот зажатая, это маленькая квантовая точка, электронная дырка, они зажаты в малом объеме, и обменное взаимодействие приводит к тому, что вырождение снимается, то есть расщепляются два дуплета, два светлых и два темных экситона расходятся, а затем, что происходит дальше, зависит от того, какая симметрия квантовой точки. Если квантовая точка достаточно симметрична, ну, вот симметрия выше, чем точечная группа, точечная симметрия выше, чем С2В, то дальше, собственно, ничего и не происходит. Эти два состояния остаются вырожденными. Но, как правило, так не бывает. В точке они либо вытянутые, либо сплюснутые, ну, в общем, что-то в них, какие-то они несимметричные по тому или другому параметру, и симметрия опускается ниже С2В, и анизотропная часть вот такого обменного взаимодействия приводит к дальнейшему расщеплению светлого экситона еще на два экситонных состояния, которые линейно поляризованные. Оси этой линейной поляризации, они определяются, ну, вот той несимметричностью, которая, собственно, в данной точке вот откуда-то берется. В цинковой обманке обычно в таких структурах это линейная поляризация и анизотропия вдоль направлений вот 1, 1, 0, 1, минус 1, 0 кубической решетки. И вот эта анизотропия в несимметричных квантовых точках – это тоже очень важный параметр, который позволяет какие-то вещи, ну, вот, легко получать, какие-то нет. Да, ну, вот сейчас про это чуть-чуть подробнее. Еще про тонкую структуру. Никто не сказал, что в квантовой точке обязательно должны рекомбинировать один электрон и одна дырка, то есть один экситон. Возможно, ситуация, когда в квантовую точку попадает, например, два электрона и одна дырка. И реализуется ситуация, называемая трионом. Да, вот то, что здесь нарисовано, это отрицательно заряженный трион. И это достаточно частая ситуация, поскольку разная подвижность. Вот возбудили лазерным импульсом облако электронов, облако дырок. Дальше они как-то вот бегут, расходятся из неоднородного пятна. И электроны, как правило, прибегают первые. Соответственно, у них больше шансов зарядить точку. Вот у вас возникает вот такое вот трионное состояние. Точно так же при определенных условиях может возникнуть и положительно заряженный трион. Затем возможно образование биокситона. Это вот ситуация, когда у вас два электрона и две дырки с противоположными спинами. Ну и вообще говоря, можно, если у вас в точке есть еще другие какие-то возбужденные уровни и существенно более сложные комплексы. Ну это, конечно, совсем не двухуровневая система. Все гораздо более сложно. Ну вот трион и биокситон – это синглетное состояние, они не расщепляются. А экситонное состояние, оно вот расщепляется в силу обменного взаимодействия анизотропной его части. Оно может расщепляться на два состояния. И это важно. Это важно с точки зрения применения таких точек для генерации запутанных фотонов. Действительно, смотрите. Вот картина биокситонного каскада. То есть что это такое? Основной уровень по энергии. Затем экситонный уровень, который расщеплен на πx и πy, соответственно, по поляризациям вдоль осей x и y. И самый высокий по энергии – это вот уровень биокситона, соответственно. И, предположим, вы возбудили каким-то образом биокситон. Он может развалиться, рекомбинировать с образованием экситона, вообще говоря, двумя путями. С образованием экситона вот с такой поляризацией и с образованием экситона вот с такой поляризацией. Затем идет вторая часть биокситонного каскада. Разваливаются уже экситоны. С образованием на нулевой уровень, соответственно. Таким образом, несмотря на то, что биокситон является синглетным состоянием, соответствующая линия излучения будет все равно расщеплена по поляризациям. А это реальные уровни? Абсолютно реальные. Это абсолютно реальные. А какая ширина? Какая ширина в электронном промежутке? Однородная ширина? Не сколько? Почему? Ну, проще в энергиях, наверное. Но это микроэлектронвольт и меньше, наверное. То есть характерная однородная ширина, ну вот фурьер-лимитед, да, то, что называется. Я думаю, что это микроэлектронвольт что-нибудь. Что-то такого порядка по энергии. А величина анизотропного расщепления? Ну вот, собственно говоря, это и есть очень важный параметр. То есть если эта величина равняется нулю, то есть если у нас абсолютно симметричная квантовая точка и обменное взаимодействие не работает, в такой системе образуются два абсолютно идентичных канала. Соответственно, излучаются два запутанных фотона. Да, вот один на линии биокситона, другой, соответственно, на линии излучения экситона. Это пара запутанных фотонов, полученных, ну вот, задарма. Но, к сожалению, не задарма, потому что, как правило, вот эта вот величина, она достаточно большая. И получить реально симметричные квантовые точки – это тоже хорошая задача. И это тоже, ну вот, важный ресурс для получения запутанных состояний. В этом направлении очень много работает вот физики и технологии получения квантовых точек для однофотонных источников. Размер точек какой? Ну, нанометры, десятки нанометров, единицы и десятки. Объяснись, пожалуйста, или это большое, что такое? Да, это следующий важный параметр, ну, который, собственно, уже был введен. Это энергия связи биокситона. То есть это расщепление на, ну вот если рассматривать спектр излучения одиночной квантовой точки, это расщепление между линиями излучения экситона и биокситона. Почему это важно? Это важно с точки зрения максимальной температуры, максимально достижимой температуры однофотонной генерации. Это две линии близко расположенных. Ну, вот, например, примерка – это кадмиселеновая точка в цинкселеновой матрице, работая Владимира Дмитриевича Кулаковского, вот уже от 20-летней, почти что давности. Икс – это экситон, квантум-дот-2, две квантовые точки здесь представлены, излучение двух одиночных квантовых точек, а Икс-2 – это от квантум-дот-2, да, это, соответственно, биэкситон. Ну, вот красная и синяя – это разные поляризации. Как и должно быть из такой картинки, действительно, и экситон, и биэкситон – линии излучения поляризованы, но поляризованы в разные стороны, да, ну, вот, поляризация Y для биэкситона соответствует больше энергии, а для экситона – меньше энергии. Ну, вот, все это… В разные стороны летят. Да, все это наблюдается. Да? Можно как-то управлять вот конкретной поляризацией, ну, чтобы так… Можно. Как-то, как-то? Например, магнитным полем. И это очень частый случай, ну, вот, в экспериментальных, по крайней мере, условиях, когда исследуют запутанность фотонов вот в такой системе. Проще всего найти достаточно симметричную квантовую точку, где расщепление было бы не очень большим, и приложить магнитное поле, которое действует, ну, вот, по-разному на эти линии. И в определенных ситуациях можно магнитным полем совмещать вот очень точно. Все остальное, да, можно управлять упругими напряжениями тоже в какой-то степени. Вот. Ну, а главное – это, конечно, управлять ростом. Это способ изготовления симметричных квантовых точек. Все-таки они расслеживаются в производстве направления, корреляции по углам, разлета нет никакой, даже маленькой точкой. Типа синхронизма никаких не может быть? Думаю, что нет. Нет, нет. Как правило, это микроизонаторная система, и диаграмма направленности определяется другими какими-то вещами. Ну, вот, что касается правил отбора исконных вот таких, ну, можно подумать. Популяризация, да, ну, популяризация тоже, это запутанные фотоны. Да, вы измерили, да, 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 тут тоже сложно рассуждать про поляризацию в таких условиях. Да, ну, вот, это кадмиселен-цинкселен. Это вот характерная картинка тоже, уже квантовая точка Инди-Мышьяк в матрице Арсень-де-Галле, наиболее часто встречающаяся. Тоже здесь представлено спектр излучения двух квантовых точек. Одна квантовая точка, отмеченная вот вертикальная линия, непрерывная, а вторая, это вот, соответственно, линия пунктирная. Да, ну, вот, смотрите, для каждой точки можно найти линию нейтрального экситона, биэкситона, положительно заряженного триона, отрицательно заряженного триона, положительно заряженного биэкситона. Ну, в общем, зверинец полный. И разбираться в этом деле для каждого нового типа квантовых точек, вообще говоря, некоторая задача. То есть, как все вот, вот, что. Ну, вот, однофотонное излучение можно получать на линии экситона, на линии триона, на линии, ну, вот, экситона, биэкситона, триона. Пожалуйста, каждая из них, но нельзя допускать перекрытия. Чем отличаются эти две точки? Они просто разные. Может быть, чуть-чуть отличаются размером. Это случайные совершенно вот две точки, которые, ну, вот, где-то рядом друг от друга выросли, их в микрофотолюминесценции каким-то образом померили. Вот они просто отличаются, да. Вот мы видим, что они, волей судеб, они оказались немножко разными. А вот, собственно, все отлично. Очень сложно это сделать. Что? Произвести очень сложно. Можно делать точки, а не все. Сделать. Это одна из огромных проблем этого метода. Совершенно верно. И, как обычно сейчас поступают, ну, просто разговоры, может быть, сказал бы позже, ну, вот вопрос есть. Выращивают структуру с огромным количеством квантовых точек. Затем в микрофотолюминесценции находят ту квантовую точку, которая, ну, вот, вам чем-то нравится, в которой все хорошо. И затем прямо ин-ситу делают литография. Такие способы сейчас развиты. Да, ну, то есть засвечивают там тем же пучком более мощным, либо двухцветная литография делается. И прямо на этом месте делается, ну, вот, мезоструктура цилиндрическая, там, вот, ну, вот, с микроизонатором, с бреговскими зеркалами, которые, ну, заранее, естественно, тоже растятся. Ну, вот, как правило, такие довольно, в общем-то, изощренные и хитрые способы позволяют, тем не менее, более-менее детерминистические такие штуки, ну, вот, изготавливать. Хотя это все, это большая проблема, это правда. Но, тем не менее, ничего лучше пока, вот, вроде бы, как не придумали. Итак, ну, вот, параметры экситонного, да, анизотропное расщепление, это я сказал. И второе расщепление линии экситона и биокситона во многих реальных системах, это и есть вот величина, которая определяет максимальную температуру. Потому что увеличение температуры приводит к уширению линии, а как только у вас линия, две соседних, вот, из одной квантовой точки, а как правило, это как раз линии экситона и биокситона сливаются. Ну, все, можно забыть и про неразличимости, и про хорошую G2-функцию, соответственно. Ну, вот так, один из параметров. Иногда это линия триона бывает. Ну, вот, тем не менее, биокситон есть всегда, триона можно избежать, так или иначе. И еще важный параметр – это метод накачки. То есть, пока я говорил о параметрах, собственно, квантовой точки, а теперь вот вопрос уже о том, как устроена сама система, весь однофотонный излучатель, как мы накачиваем эту квантовую точку. Самый простой способ – это нерезонансная надбарьерная накачка. То есть, вы используете лазерное излучение с энергией кванта больше, чем ширина запрещенной зоны барьеров. Очень просто. И простота реализации – это, вероятно, и есть единственное преимущество этого метода, потому что все остальное очень плохо. Плохо почему? Вы возбуждаете огромное количество электронов и дырок в барьере. То есть, у вас возникает зарядовая флюктуация. Вокруг квантовой точки заряды во времени меняют свою конфигурацию. И, соответственно, возникают локальные поля, и в силу этого у вас появляется спектральная диффузия. То есть, длина волны излучения меняется от одного импульса к другому. На эксперименте это выглядит как уширение пика. Ну и, естественно, уже никакая неразличимость невозможна. О применимости квантовой криптографии – это уже другой вопрос, но явно, что тоже это не в лучшую сторону. И в таких системах никому, насколько я знаю, не удавалось получить фотоны, ну вот последовательно излученные фотоны, со степенью неразличимостью лучше, чем 50%. Ну, то есть больше, да, чем 50%. И G2-функция – тоже порядка 0,1 и больше. И это связано тоже с целым рядом факторов. Один из них – это паразитное фоновое излучение, которое возникает в барьерах. Ну, вот мы накачиваем электронные дырки в барьере, а в барьерах очень всегда есть какие-то дефекты. Дефекты, примеси – их мало, но много и не надо. Они тоже как-то светят даже в запрещенной зоне. Вот, соответственно, G2-функция тоже получается с каким-то бэкграундом, тоже получается какой-то вот достаточно большой. То есть параметры плохие. Ну, зато простота реализации. Второй способ – это квази-резонансная подбарьерная накачка. То есть мы можем возбуждать с тоже лазерным излучением, с энергией кванта, меньше ширины запрещенной зоны, как раз на энергии какого-то другого резонансного перехода между какими-то другими более высокими уровнями. Вот экситон, связанный с более высокими электронными и дырочными уровнями. И эта ситуация существенно лучшая. Уже не возбуждаются электронные дырки в барьере, то есть нет зарядовых флюктуаций. Существенно улучшается G2-функция. То есть в таких системах получали величину, ну вот G2 в нуле, порядка двух сотых. Это уже очень неплохое значение. Но неразличимость, опять же, достаточно плохая все-таки. Это 70-80%. И в этом случае физическая причина плохой неразличимости заключается в том, что, ну вот мы возбудили возбужденные какие-то состояния, чтобы произошло высвечивание, должна произойти релаксация. Это спонтанный процесс, и он тоже происходит с какими-то флюктуациями. Соответственно, в силу этих флюктуаций фотоны влетают не одновременно. Есть какой-то джиттер. То есть каждый фотон не привязан точно к своему запускающему импульсу. Вот эта вот релаксация, это очень неприятная вещь, которая, собственно говоря, не мешает получить хорошую G2-функцию, но мешает получить хорошую степень неразличимости. Почему сложность реализации зависит от подбарьерной или надбарьерной? Длина волны просто не... Я говорю, умеренно сложная. В данном случае... Предыдущая была простая? Нет. Да, предыдущая была совсем простая. Вы берете любой лазер с энергией кванта. А здесь вы должны все-таки иметь перестраиваемый лазер. А, просто из-за того, что накачка должна быть? Ну, да, да. Вы должны... И более того, вы должны найти это состояние. Это тоже не так просто. Это может быть очень узкая... Ну, вот узкий переход, да, узкая линия поглощения. Ее надо найти. Если вы не знаете систему, ну, все это представляет какие-то проблемы тоже. Парьерный может быть широким достаточно. Да, да, вы можете возбуждать чем угодно. Лампой, да? Ну, лампа единственная. Вы должны хорошо отрезать, отфильтровать излучение, которое в полезной области частот, ну, вот, чтобы не мешать однопотонному излучению. А в остальном смысле, да, это все, что угодно может быть. Но, к сожалению, параметры тоже получаются плохие. Ну, вот, следующий по качеству метод накачки – это резонансная когерентная накачка. Это надо, ну, вот, тупо качать точно в уровень. Это резонансная флюоресценция. То есть вы можете осуществлять аккуратную когерентную накачку, ну, вот, с частотой раби уже, там, пи-импульсы запускать. И полностью избавиться от всех эффектов бэкграунд-излучения из барьера, полностью избавиться от джиттера, связанного с спонтанной релаксацией, ну, вот, с разницей времен. И в таких системах сейчас получают, ну, вот, степень неразличимости 98% и даже 99%. Ну, покажу. Когда я делал эту прозрачку, еще вот у меня 98% было. Вот еще сейчас появилось и 99%. Не говорить мне. Вот все на уровне погрешности, на самом деле. Реально, это вопрос погрешности. Вот, и G2 функцию порядка трехтысячных уже, и даже меньше. Что, наверное, в общем, достаточно хорошо уже практически для любых применений. Да, ну, вот о недостатках всех этих систем я тоже, естественно, буду говорить. Но вот, тем не менее, преимущество огромное. Проблема только одна. Реализация довольно сложная. Поскольку у вас на одной длине волны, ну, как и любая реализация флюоресцентной, резонансной флюоресценции. Поскольку у вас на одной длине волны находится и возбуждение, лазерная линия, и, ну, вот, линия излучения одиночных фотонов. И вам надо как-то их отстроить одно от другого. Да, и это сложно, поскольку подавление, чтобы получить хорошую G2 функцию, подавление вот паразитного света, рассеянного от возбуждения, что-то порядка 5-6 порядков. Это очень много. Это сложно сделать. Это кросс-поляризации. Ну, даже хороший поляризатор, это всего 6 порядков. Да, в общем, это целая проблема. Ее решают по-разному. Это возможно, да. Ну, это реально сложно. И совсем недавно появилась идея, ну, вот сейчас она осуществлена недавно, ну, как недавно, да, 13-й год тоже уже не так недавно. Так называемые двухфатонные когерентные накачки. Очень красивая идея. Возбуждение происходит точно посередке между линиями, ну, вот, высвечивания между резонансами экситона и биекситона. И в этом случае реализуется когерентная уже двухфатонная накачка через виртуальный уровень, вот, который соответствует где-то вот в середине биекситонного каскада, ну, вот биекситона, собственно, но и одновременно экситона тоже, да. То есть это когерентная накачка через двухфатонный канал, через виртуальный канал. И это совершенно замечательная вещь, поскольку, с одной стороны, позволяет получать те же параметры, что и резонансная обычная накачка точно в уровень. Затем это гораздо проще, да, ну, вот, поскольку вы светите все-таки нерезонансно и должны избавляться от света, который где-то между двумя линиями находится не точно на каждой из них. Ну, и кроме того, в качестве бонуса вы получаете не один одиночный фотон, а пару запутанных фотонов. И можете делать с ними, что хотите. Да, то есть вот такой совершенно замечательный способ, ну, вот, с которым тоже очень хочется и нам поиграться и посмотреть, что можно из этого вытащить. А одна волна выбрана она так, случайно, или почему? Нет, про длину волны я сейчас буду говорить. Все, что вот здесь показано, это примеры квантовых точек инди-мышьяка в алюминии, в галли-мышьяке. Инди-мышьяк, галли-мышьяк. И это не зря, да, ну, вот. В резонаторе плохо. И это, ну, вот, я еще не говорил про это сейчас. А, да, сложно использовать высокодобротный микрорезонатор, да. Вы слегка, вот, предвосхитили ответ. Конечно, сложно, поскольку хороший добротный микрорезонатор должен быть настроен на какую-то одну линию, да. Здесь надо работать с двумя линиями. Но эта сложность, она имеет отношение к любой генерации запутанных фотонов. То есть, если вы хотите работать биокситонным каскадом, эта проблема есть всегда. Ну, собственно говоря, и здесь то же самое. Обычно делают, да. У вас пара или две пара фотонов излучаются? Что я спросил? Здесь пара фотонов или две пара? Излучаются пара фотонов, экситон и биокситон, да, вот, когерентным образом. Две пара? Почему две? Там нарисовано желтый. Нет, 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 это два возможных варианта. Это два канала. Ну, они вырождены, да, то есть, каждая из них, на самом деле, представляет из себя, ну, суперпозицию, да, вот, могла бы представлять, да. Но они запутанные, поэтому говорить здесь про их поляризацию довольно сложно. Она реализуется при измерении, на самом деле, да. Они отличаются, если у нас несимметричная квантовая точка, если есть анизотропные расщепления. Если квантовая точка симметрична, то тогда вот этих проблем нету, и вы получаете, да. Ну, а дальше, как сделать симметричную точку? Ну, вот, это целая наука, которая с большим или меньшим успехом, в общем-то, решается. Это возможно. Опять же, для одной системы, инди-мышьяк-галли-мышьяк, вот, про которую пока про одну, по сути, мы и разговариваем. Извините, а зачем еще резонаторы используют здесь, наоборот, на ней? Это хороший вопрос, да, он в плане стоит. Давайте сразу отвечу. Это очень просто. Если вы имеете поверхность, и под ней имеете где-то вот захороненную квантовую точку, ну, вот реальная геометрия структуры, которая выращена, и хотите собрать излучение этой точки, ну, вот, просто из-под поверхности, вы соберете полтора, по-моему, процента. Все остальное из-за полного внутреннего отражения уйдет в стороны. На поверхность выходит порядка полутора процентов. Это материалы с очень большим... Вот, так, собственно говоря, это и делается. Делается микрорезонатор в виде, ну, вот, колоночки, да, соответственно. Но, кроме того, еще в нем формируются бреговские зеркала, то есть формируется трехмерный бреговский резонатор с узкой модой, с хорошей добротностью, энергетически эта мода совмещается вот тем или другим способом с линией излучения экситона, либо биэкситона, вот с чем хотим работать в квантовой точке, и достигается, ну, вот два плюса сразу. С одной стороны, вы автоматом выводите излучение, то есть минуете все эти проблемы светового конуса, а кроме того, еще эффект курса выработает. То есть при этом у вас еще и увеличение квантового выхода, и ускорение скорости, увеличение скорости рекомбинации. Ну, вот это стандартный путь. Для квантовых точек инди-мышьяк, галли-мышьяк, это стандартный, хорошо отработанный путь, сложный, но тем не менее работающий. Какой частотный резонатор не делают? Если делают, то я про это ничего не знаю, нетипично. То есть обычно работают, ну вот, в принципе, это ничему не противоречит. Можно найти на этой частоте? Нужно, да, это ничему не противоречит, можно. Ну, еще сложнее, опять же, да, все это и так сложно, но вот про сложности я сейчас буду говорить, да, не знаю. Это вот конкретная реализация. Буквально в последние, вот, может быть, пару лет появилось несколько статей из разных групп совершенно замечательными реализациями. Да, это реализация, предложенная французской группой ЛПН из Парижа, лаборатория фотоники и наноструктур. Соответственно, это профессор Паскаль Синилард руководит этой группой. Ну, вот такая вот конструкция. Делается сначала молекулярно-пучковая эпитаксия, выращивается структура с квантовыми точками. Ну, вот, вот, вот здесь уже одиночная квантовая точка выбирается. Затем вот с помощью вот такой вот инситу литография делается достаточно сложная структура, то есть порядка вот микронных размеров, собственно, сама колонка микрорезонатора крепится, ну, видимо, для, ну, вот такие вот ребра, если хотите, жесткости. И, кроме того, здесь еще сделан пендиод, да, то есть вся эта структура, это еще и пендиод. Не для того, чтобы излучать фотоны, поскольку электрическая накачка довольно неэффективна с точки зрения, ну, вот, метода накачки, это накачка нерезонансная надбарьерная, да, то есть мы всегда получаем плохие характеристики. При электрической накачке очень сложно получить хорошие характеристики. Нет, электрическое поле прикладывается, чтобы с помощью эффекта Штарка можно было двигать линию излучения одиночной квантовой точки и совмещать ее с линией, с энергией, которая соответствует моде, вот, высоко добротной моде в таком микрорезонаторе. То есть точная подстройка. Это вот второй способ, да, то есть вы сначала делаете квантовую точку, которая примерно находится, светит вблизи такого резонанса, вот с помощью такой хитрой литографии, а затем уже точную подстройку осуществляете с помощью магния, с помощью электрического поля. И когда, ну, вот происходит совпадение, ну, вот все становится хорошо. Резкое увеличение яркости и всех остальных характеристик, соответственно, тоже. Вот такая конструкция. Вот, и опять же, почему я привожу именно это, хотя и другие группы тоже вот с похожими параметрами приборы демонстрировали, здесь дело дошло до реализации. Да, сейчас покажу реализацию, сначала параметры. Да, это вот так выглядит тест Хэнбурри-Брауна-Твиса, то есть от центрального пика, который был 0,19, по-моему, в первых экспериментах, здесь не осталось следа. Да, то есть говорят, что это 0,028, но на самом деле это вопрос о точности измерения. Да, вот какие у вас шумы. Это тест Хонго-Мандила. Да, тоже немного от центрального, от пятого пика, но третий он был на диаграмме, которую я показывал, тоже немного осталось. Ну, вот то, что они здесь показывают, соответствует видимости, то есть неразличимости, степени неразличимости больше 99%. Когда все подряд берутся, да, задержками? Да, это вот та же самая геометрия эксперимента Хонго-Мандила. Это, ну, те же гены на секунду, по-моему, вот абсолютно стандартные, почему-то используются. Да, ну, видимо, еще нет серьезной декогеренции на этих временах, и тем не менее достаточно, в общем-то, для работы. Так или иначе. Что? Декогеренция, Николич. Ну, вопрос следующий. Если вы хотите использовать такой вот прибор, да, для того, чтобы получить набор параллельно излученных одинаковых неразличимых фотонов, да, вы делаете демультипликацию, да, и тогда вопрос о том, сколько же фотонов подряд остаются действительно неразличимыми, да, ну, вот каждый следующий фотон, излучаемый, это период. Ну, эксперименты, вот, которые были проведены, показывают, что, вероятно, вы правы, да, что действительно эффект есть, но не очень большой, это правда. Ну, вот, тем не менее, сейчас получают такие системы где-то 4-5, 5, по-моему, вот, то, что вот опубликовано сейчас. Что? Это дважды, наверняка, пикосекунды. It depends. Вот в этой системе, например. Ну, это все в микроэзонаторе еще. Здесь, ну, наверное, масштаб такой, конечно, это пикосекунды, да, масштаб, масштаб, конечно, такой. Да, ну, так или иначе, вот какое-то количество неразличимых фотонов на масштабах порядка десятков наносекунд, вот, работая одной квантовой точки, сейчас получают достаточно уверенно, такие публикации есть, и это возможно. Да, ну, вот, это, это профессор Паскаль Синелард, который, вот, собственно, является с научным адвайзером, вот, фирмы, Кандела, которая готова продавать такие приборы, вот, с такими характеристиками. Да, ну, 99 они не закладывают Photon Indistinguishability, да, но 95 они, вот, гарантируют, больше 95. 50 МГц. Да, да, опять же, две ситуации. Либо резонансная накачка, либо нерезонансная накачка. Насколько я понимаю, нерезонансная накачка в данном случае соответствует, ну, вот, в моей классификации подбарьерной резонансной, да, то есть мы светим не точно в уровень, но светим под барьер, в какое-то возбужденное состояние. Ну, вот, в чем разница? Photon Rate, да, то есть скорость генерации при такой нерезонансной накачке они гарантируют 300 МГц, типикал. То есть это очень хорошая скорость при приличной же 2 функции, почти что нулевой, в общем-то, для квантовой криптографии, наверное, этого для многих применений вполне достаточно. То есть для квантовой криптографии такой источник можно было бы, наверное, считать, если не идеальным, то, по крайней мере, работоспособным, да, ну, вот, можно так думать. Если бы не два но, да, совершенно верно. Первое – это температура, конечно, но даже это еще можно пережить. Хуже всего – это диапазон. Если помните окно прозрачности атмосферы, вот 920-940 нанометров, хуже не придумать. Это как раз линии поглощения кислорода, линии поглощения водяного пара. Это совсем все плохо. Да, то есть, и это, к сожалению, не случайно. Это, ну вот, это присущее свойство этих квантовых точек. И, ну вот сейчас вот несколько слов как раз про это. Чем определяется спектральный диапазон, да, и насколько можно его изменять, меняя какие-то параметры. Какая цена? Хороший вопрос. На сайте ответа нету. 100 тысяч евро, примерно. Я слышал 200, ну, цены, наверное… Депенс, но цены падают. Ну, и цены падают, да. Вот, ну, опять же, надо понимать, что продается. Понимаете, продается, собственно, чип, продается, давайте посмотрим, продается техника, ну, собственно, вот креогенная система, это гелевый криостат. Между прочим, все это в гелевом криостате. Но к этому вы должны еще купить пикосекундную лазерную систему, которая стоит не столько, но где-то полстолько. Масштабы такие. Вот. Ну, и сервис обеспечивается. Что это значит? Вопрос хороший, да, но тем не менее. В общем, все это где-то, если не поллимона евро, то близко к тому. Все это система получается. Ну, вот со всей инфраструктурой, со всем, что для этого нужно, да. Ну, и все это еще к тому же в гелии. Да, это тоже, конечно, да, такое, если не достаток, то, по крайней мере, некоторые затруднения, в общем-то, вполне конкретные. Но, тем не менее, в природе это существует. И если говорить о принципиальных, физических затруднениях, это, конечно, вот длина волны. Очень неприятная длина волны, которая непонятно, как использовать. Вот и как с этим бороться. Посмотрим. Значит, чем определяется спектральный диапазон такой системы? Ну, в первую очередь, это материал, естественно. Затем размеры и формы квантовых точек. То есть, эффект размерного квантования. Как он, собственно, определяется. Но, в первую очередь, это материал. Вот такая диаграмма полезная. Здесь по горизонтали параметр решетки соединения, а по вертикали ширина запрещенной зоны. Ну, вот система, о которой я все время пока говорил. Инди-мышьяк, галли-мышьяк. Галли-мышьяк матрица. Инди-мышьяк материал квантовой точки. Рассогласование параметров решетки порядка 6%. Это идеал для роста методом Странске-Крастанова. Поэтому все тоже очень хорошо. Где будут излучать такие квантовые точки? Ну, вот где-то вот здесь вот. Потому что точки маленькие. А приори, они должны быть маленькие. Иначе это неинтересно, соответственно. И это, собственно, и есть диапазон 900 тысяч нанометров. Это диапазон излучения Инди-мышьяковых квантовых точек, галли-мышьяке. И уйти из этого диапазона, не меняя систему, очень сложно. То есть можно там делать какие-то ухищрения технологические, растить крупные квантовые точки, мелкие квантовые точки. Ну, вот какая-то флюктуация, конечно, будет вокруг этого значения. Но все равно базовый диапазон это 900 тысяч нанометров. Можно спускаться вниз и вверх, меняя материал. Вниз можно спускаться, например, вместо Арсенида галлия можно использовать в качестве барьера Инди-галлия-мышьяк, тройной твердый раствор. И тогда, ну, вот материал матрицы будет прижимать уровень в квантовые точки, еще и квантовую точку большой сделать. В принципе, можно спуститься и спускаются вплоть до телекоммуникационного диапазона. 1,3 и даже 1,55 микрон. Не все там просто и не все так хорошо, как в системе Инди-мышьяк, галли-мышьяк бинарные. Но, тем не менее, это возможно. Ну, там все сложнее. А вот подняться до последнего времени, в общем-то, не поднимался фактически никто. Есть еще система Инди-П, Инди-галли-П. Вот она работает. У меня нет на этой диаграмме ее, но, тем не менее, вот тоже такая система существует. Вот. Ну, там очень сложно сделать микрорезонатор, и вот свои другие сложности тоже существуют. Да. Ну, вот пока все вот это сделано в системе Инди-мышьяк, галли-мышьяк. Любая другая система, ну, вот моментально все становится хуже, неразличимость хуже. 3,5 цинг-бленда. Ну, вот эта вот картинка, вот здесь два материала. А вот сейчас будет 2,6. Это тоже цинг-бленда. Это будет следующая картинка. Да. Ну, вот еще раз по системе Инди-мышьяк, галли-мышьяк, как раз, чтобы подчеркнуть вот тот факт, что все, в общем-то, неплохо, если бы не криогенная температура, не плохой, неудобный для многих применений спектр излучения, ну, и цена, конечно, вопроса тоже, тоже чего-то стоит. Когда сделали? Ну, вот та статья, что я показывал, это 16-й год, да? Ну, вот за последние 3 года пошли валом статьи, можно сказать, из разных групп. Ну, на самом деле, это, конечно, не валом. Это 2-3 места, где это умеют делать. Это все довольно сложно. Это сложная технология. Ну, вот как уйти в область, которая полезна для квантовой криптографии, атмосферной? Вот то, о чем был предыдущий доклад. То есть, как сделать более коротковолновое излучение? И самое естественное решение это увеличить ширину запрещенной зоной матрицы, уже не уменьшить, а увеличить, путем введения туда алюминия. То есть, использовать не галлий-мышьяк, а алюминий-галлий-мышьяк, тройной твердый раствор. Вплоть до состава в порядка 40% такая штука примазонная, да? Этот материал нормальный, хороший примазонный полупроводник. И, в принципе, это позволяет получить квантовые точки вот в такой вот матрице, те же самые инди-мышьяковые квантовые точки, тем же самым способом, методом Странски-Коростанова, вплоть до, ну вот, вот диапазон, собственно говоря, который мы проверили. И, ну вот, вот это одно из направлений работы в физико-техническом институте над квантовыми точками именно вот для атмосферной квантовой криптографии. То есть, попытка изменить диапазон при изменении состава матрицы индий-мышьяковых квантовых точек с галли-мышьяка на алюминий галли-мышьяк. Почему вы алюминий догадались добавить? Нет, это хорошо известно. Это в определенных кругах, я бы так сказал, это хорошо известно, да. А вот вас подгоняйте этот БНГ, получается? Нет, ну это справочные данные, на самом деле. А там в другой физике не появляется? К сожалению, появляются. Не появляются определенные неприятности, о которых, ну вот сейчас я немножко скажу, да. Можно, часто, ну просто, то есть, цифры на Гайс на точке, те точки, которые вам делают, они тоже вот для вот этих передач в атмосфере, они в принципе гипотетически пригодны? Конечно, безусловно, да. И это, я процитировал, это работа «Письма в жертв», где исследовалась как раз величина анизотропного расщепления, то есть, вот поляризационное расщепление линий, ну, по-моему, очень хорошая статья и интересная работа, да, вот, безусловно, эта работа должна здесь цитироваться, да, вот, ну вот, первая работа, наверное, в 2002 году появилась, но там не исследовалось никоим образом вообще излучение одиночных квантовых точек, и вообще, на удивление, эти квантовые точки исследовались очень мало, и до последнего момента фактически ничего неизвестно было, ни про фотонную статистику, ну, вот, про анизотропное обменное расщепление, это вот работы тоже очень, вот, вот, недавнее все, спектральный диапазон, возможно, именно однофотонного излучения, ну, вот, вот, все это оставалось с определенным вопросом, ну, и этим мы тоже вот-вот занимались, с каким успехом, сейчас покажу, а сначала вторая система, вторая система, это уже материал группы А2Б6, это кабмиселеновая точка в цинксилене, и тоже метод роста типа странский-коростанова, то есть 6% разгласования параметров решетки, и светят такие точки в диапазоне 500-600 нанометров, вполне пригодна для квантовой криптографии, в принципе, может быть, было бы пригодно и для квантовых вычислений, если бы можно было бы получить достаточно хорошие характеристики, то есть отлично перекрывается с областью чувствительности кремниевых лавинных фотоприемников, но самое интересное, что эта система, это широкозонный материал с большой энергией связи экситона, то есть, соответственно, с большой энергией связи биэкситона, то есть эта система может работать вплоть до комнатной температуры, это вот, наверное, ее главное преимущество и главный интерес именно к этой системе, мы стремимся уйти на ней в область высоких температур и получить однофотонное излучение, если не при комнате, то хотя бы при разумных температурах, где работают термоэлектрические холодильники, пельтья. Задача такая. Ну, вот, времени уже мало, кратенько, инди-мышьяк, алюминий-галли-мышьяк. Технология была разработана еще 2-3 года назад, это трансмиссионка, план-вью, действительно, можно изготавливать вполне симметричные квантовые точки, ну, вот, даже на трансмиссионке это видно, они не вытянутые, это пирамидальные квантовые точки, нормальные. Все это, конечно, непросто, делается с какими-то ухищрениями, ну, вот, одним из таких ухищрений было вставление одного монослойного слоя арсенида галлия, после, ну, вот, рост нижнего барьера алюминий-галли-мышьяк, затем нужно было бы растить квантовые точки, ну, вот, вставляем один монослой арсенида галлия. Система стабилизируется, все становится много проще, получается, вот, легко получаются вот такие вот симметричные квантовые точки, меняя параметры роста, меняя концентрацию алюминия, можно менять, это вот спектр излучения ансамбля интегрального от 1,2 электрон-вольта до 2 электрон-вольт, то есть, вот, в любом, в точке этого диапазона можно пытаться получать излучение одиночной квантовой точки, ну, вот, соответствующей длиной волны. Действительно, и, опять же, это не мы первые вот наблюдали стандартную картину излучения одиночной квантовой точки, здесь все, к счастью, не сильно отличается от обычных инди-мышьяк, галли-мышьяк квантовых точек, тоже вот экситоны, биэкситоны, положительно заряженный трион, все это как-то зависит от размеров, от длины волны излучения, но более-менее понятно и организовано, да, мы впервые во всем этом диапазоне померили, ну, показали, что все это действительно работает как однофотонный источник, то есть, действительно, вот, сейчас, это вот статья в Scientific Report сейчас выходит, показали, что действительно в диапазоне от красного света до микрона и дальше, чуть ли не до телекоммуникационных длинных волн можно изготавливать однофотонный источник в одной камере, то есть, это одна МБЕ-камера, меняя параметры роста, вы вот можете изготовить однофотонный источник, да, ну, это в принципе, да, температура, температура сейчас будет измерять температурные зависимости, ну, вот, вот, все вот это измерялось вот в таких вот мелких МЕЗах, сделанных просто для того, чтобы, ну, вот, выделить одиночную квантовую точку, ну, и немножко улучшить характеристики вывода, все-таки не полтора процента, а побольше выходит в такой МЕЗе, рассеивается, вот, дальше возникает проблема, надо делать резонатор, без микрорезонатора такая система, она, вот, ну, почти что в холостую выстрел, и оказывается, что сделать стандартный микрорезонатор с бреговскими зеркалами в этой системе исключительно сложно, то есть, в чем проблема, в системе инди-мышьяк, галли-мышьяк, ну, вот, вот такую вот структуру делают, используя четверть, ну, вот, пары бреговские зеркала с четвертьволновыми слоями галли-мышьяка и почти что алюминий-мышьяка, ну, немножко добавляют галлия, галлинарных материала. Теперь, если мы хотим сделать такую же систему, но другую длину волны, скажем, более короткую, 700 нанометров, все это работать не будет, потому что арсенит галлия там не прозрачен. То есть, в качестве второго слоя вот пары бреговского зеркала нужно брать в этой системе тоже алюминий-галли-мышьяк, скажем, те же 30%, что и матрица. А в этом случае контраст показателя преломления оказывается существенно меньше. И это означает, что, чтобы получить тоже добротность резонатора, нужно растить существенно больше слоев бреговского зеркала. То есть, все это вроде бы количество, но это вот те детали, вот черт вы в этих, к сожалению, деталях, и количество перерастает в качество. То есть, сделать такую структуру, в которой каждое из зеркал количество бреговских слоев превышает 40, практически невозможно. По крайней мере, с той технологией, которая есть у нас в руках. Такая структура растет сутки, если не больше, и за это время сохранить параметры роста так, чтобы не допустить флюктуации толщины слоя на монослойном уровне, а именно это необходимо для высокодобротного резонатора, фактически невозможно. Это вот та самая неприятная деталь, которая связана с этими структурами. Стандартный микрорезонатор сделать крайне сложно. Настоящий микрорезонатор. Но мы пошли другим путем, тоже достаточно хорошо известным, но мало используемым. Это сбор и вывод однофотонного излучения в волноводе с переменной толщиной. То есть, как такая штука работает, вот формируется структура, сначала цилиндр, потом цилиндр уходит на конус. Все это, естественно, с определенными абсолютно параметрами геометрическими. И в области самого низа такого цилиндра в центр помещается одиночная квантовая точка. Дальше параметры геометрии системы рассчитываются таким образом, чтобы в области цилиндра осуществлять максимальную связь, оптическую связь такой квантовой точки с основной HE1-1 модуль, соответственно. И при этом даже зарабатывается некоторый фактор Пурсела порядка полутора-двух, не такой большой, как в микрорезонаторе настоящем, но тем не менее. Затем при распространении волнового пакета происходит адиабатическое изменение волнового фронта. И при сужении конуса, при схождении его под правильным углом, волна фактически превращается в плоскую волну и направленным образом выходит и дальше с ней делайте, что хотите. ее можно загнать волокно, ее можно с хорошей эффективностью собрать на приемнике с помощью линзы. Эта система позволяет очень эффективно вывести излучение, собрать и вывести излучение одиночной квантовой точки в хорошую радиационную муду. У вас проблема была в том, что вы резонаторы не сделали, но вы его поменяли на полновод, чтобы просто выводить. Выигрыш где-то в сто раз, как минимум. нет, не как минимум в руну, но на самом деле близко к сто раз. За счет чего? Первое, за счет увеличения внешнего квантового выхода. И это самое главное в этой ситуации. Это самая главная потеря в стандартной системе, если у вас квантовая точка просто под поверхностью. Дело в том, что если вы сделаете очень тонкий просто волновод, вот такой цилиндр, это рассчитывается, это моделируется, рассчитывается. Дифракция на конце приведет к очень неэффективному сбору излучения, которое вот отсюда выходит. Понимаете, размеры это порядка 100 нанометров и меньше. То есть это очень узкий волновод. Тот волновод, который позволяет эффективно собирать в квантовую точку. То есть это, конечно, лучше, чем ничего, безусловно. Даже такой волновод просто без всякого конуса будет существенно лучше, чем просто точка под поверхностью. Но такой конус еще существенно улучшает ситуацию, формируя диаграмму направленности. Узкая линия не будет? Нет, почему? Узкая линия будет, потому что узкая линия определяется уже свойствами самой квантовой точки. А там смотря при какой температуре и какой квантовой точке. Если... Показывают секторы, а не 10 минус первые нанометры 10 минус ну вот это все дальше уже вот те детали, в которых сидит дьявол, с которыми надо работать. Да, так или иначе, так, ну вот еще буквально несколько кадров, да. Ну вот то, что получается. Это вот реальная структурка, технологии изготовления которых мы вполне освоили. Понизу 200 нанометров, поверху 150 нанометров. Ну вот это рассчитанные оптимальные значения. Высота порядка 2 микрон и квантовая точка сидит вот здесь вот где-то в самом низу, соответственно. И вонесцентная такая волна бежит, да? Да, бежит волна, которая внизу, она очень хорошая, хорошее ограничение в моде, то, чтобы максимально собирать, а наверху она уже становится фактически вот и вонесцентной. То есть как раз отсечки нет для нижней моды, но существует очень быстрое распределение и уход воздуха в амбиент. Да, да, совершенно верно. происходить и, собственно, так это и работает. Вот. Ну вот как выглядит спектр в такой структуре. Да, это вот, смотрите, здесь все видно. То есть вот это вот самая большая линия, это, да, три температуры. 8 Кельвин, 40 Кельвин и 80 Кельвин. Это положительный заряженный трион. Вот в этой квантовой точке он оказался самым мощным. Ну вот так получилось. Да, это экситон и дальше вот биокситонные комплексы идут. Вот полный спектр, весь зверинец, он здесь в принципе виден. И при 8 Кельвин в такой штуке, ну вот сейчас мы получили 16 МГц. Это вот чистый рейд на приемнике, что соответствует, ну вот по нашим оценкам, порядка 6%, ну вот, то есть каждый шестой импульс из 100, ну вот это вот первые эксперименты с такими структурами. То есть мы надеемся, что отработка технологии позволит, в общем-то, значительно улучшить эту ситуацию. это в триггерном уже режиме, да, вот уже два функции так выглядят при разных температурах. Да, ну вот, вот на этой точке, на этой треонной линии получилось 0,07, да, это вот, ну вот, что есть, то есть, соответственно. И все это нерезонансная накачка. То есть это все самый худший вариант нерезонансной накачки. То есть для нерезонансной накачки это, вероятно, полный предел, ничего лучше фактически никто никогда и не получал для нерезонансной накачки. Это... А когда нужен лазер, да? Для резонансной накачки ну, нужен лазер, конечно, да, подходящий. Вот. И нужна работа, нужны исследования, нужно понимать даже для простой вот подбарьерной резонансной, ну, нерезонансной вот в полном смысле слова накачки нужно разобраться с уровнями, да, нужно понять, где возбужденное состояние в таких точках. Ну, вот это тоже не так очевидно. они узкие, их надо искать, от чего это зависит. Ну, в общем, это некая работа еще. Но, тем не менее, она, безусловно, выполнима, и, в принципе, все это вроде бы как работает и позволяет надеяться. Да, ну, и совсем уже кратко, времени нету, академи-селеновых точках. Это вот спектр излучения интегральный, ну, вот он в широком диапазоне светит, во всей сине-зеленой области и в желтой тоже области, то есть везде, вот от 500 до 600 нанометров, вполне можно работать с однофотонным излучением. что главное, достаточно медленно интенсивность излучения падает с температурой. То есть, где-то до 200 кельвин падение интенсивности, ну, вот в три раза масштаб такой. Есть структуры, где и в два раза падает. То есть, в принципе, вполне есть шансы довести до температуры жидкого азота, а уж пельтье точно. Да, ну, вот это вот так выглядит характерный эксперимент по измерению G2 функции при низкой температуре. А это температурная зависимость уже линии излучения, одиночные квантовые точки, вот такой, кадми-селеновой, вот 8 кельвин, ну, вот до 200 кельвин одиночная линия, она уширяется, она сдвигается, но она вполне прослеживается. Вот, а при температуре жидкого азота все это, на самом деле, просто неплохо работает, и линия еще не очень широкая, и G2 функция, ну, для такого нерезонансного эксперимента вполне разумная. То есть, опять же, есть и интенсивность, это тоже структуры вот такого волноводного типа, там немножко другая технология изготовления, но, в принципе, это тоже получается. Ну, вот здесь порядка мегагерц сейчас получили эффективность, яркость излучения, но уже при азотной температуре, при 80 кельвен. При 8 кельвен, ну, получается, соответственно, побольше. Ну, вот, наверное, и все. Да, ну, выводы уже практически все сказаны. Система индий-мышьяк, алюминий-галий-мышьяк, безусловно, выглядит очень перспективной для, ну, вот, квантовой криптографии в атмосферном диапазоне. С кадмиселеном еще, безусловно, надо работать и работать, но тоже есть шансы на выход на большие температуры. и первое, что хочется дальше делать, это, конечно, резонансную двухфотонную накачку. Это то, что в обоих системах, в принципе, позволяет, да, вопросы ли, или так? Я потом. Ну, собственно говоря, все уже сказано, да, вот это то, над чем мы сейчас работаем, да. Спасибо за внимание, ну, вот вопросы еще, да. А вот для квантовых точек, которые, индий-мышьяк, алюминий, с неразличимостью, что там? Пока не знаем. Не мерили пока, То есть, это то, что ответ на этот вопрос должен быть в конце октября, и если его не будет, будет очень плохо, поскольку работа поддержана. А хорошо будет, вне зависимости от того, каким будет ответить? Нет, на самом деле, нет, я могу ответить на этот вопрос, вот то, на чем мы сейчас работаем, это неразличимость на уровне 70%, не больше, и то, что можно получить при плохой резонансной накачке. На полную резонансную накачку мы не идем, это огромная работа, которая не один год займет точно. А так, хотя бы, если по фортозеру, то есть, если есть резонансная накачка, то там, ну, то есть, можно достичь 98%. Так же, как в системах традиционных этих? Не знаю, честно скажу, не знаю, потому что, это новая система, в ней свои проблемы, я далеко не все, естественно, озвучил, мелочи всяких, вроде бы, но вот какая из этих мелочей может сыграть, пока не ясно. То есть, пока начнем с того, что пока нам не удалось сделать квазер-резонансную накачку, мы вроде бы понимаем, в чем дело, но пока нам не удалось найти возбужденное состояние вот в такой вот структуре. И проблем много. на самом деле, а именно нахождение? Ну, конечно, как бы, лазер лазером, да, но это, это, как бы, да? Это точно, да. А почему, почему с ростом температуры или нет, то уширяется, я еще не могу сказать. Ну, это полупроводник, взаимодействие с фанонами, решетка колеблется, соответственно, ну, все параметры меняются, то есть, строго говоря, это фролистское взаимодействие экситона с фаноном, да, с оптическим фаноном, то, что приводит к уширению. У вас увеличивается температура, увеличивается заполнение, концентрация числа фанонов, соответственно, вот, ну, вот увеличивается эффект окситон-фанонного взаимодействия, да, соответственно, ну, тут никуда не деться, все равно КТ, да, вот, вот, КТ и КТ, какая температура, такая ширина всего. Для квантовой криптографии все-таки актуально, там, управление электрическими импульсами, а неоптическая наказка, какие перспективы, ваша, в октябре, узнаем. Работаем над этим, да. Есть надежда? Есть, есть, конечно, нет, а то, что что-то получится, это безусловно, никаких принципиальных затруднений в этом нет, вопрос, какие параметры удастся получить. И, ну, вот, на данный момент мы не замахивались на серьезные параметры, то есть, в этой системе пока никто вообще не получал электрической накачки. То есть, получение хоть какой-то однофотонного излучения, это уже, ну, событие, вообще говоря, это уже статья, это все нормально. Ну, вот сейчас на этом уровне эти работы. То есть, дело сделаем точно, но до куда удастся дойти реально, это хороший вопрос. Редактор субтитров, Редактор субтитров, ектор, Продолжение следует...